Сегодня Сабантуй пришел в Казань. Гулять начали в 10 утра на трех площадках. Везде работают наши корреспонденты и сейчас первые подробности готовы сообщить Екатерина Кудинова. Она находится в Березовой роще Приволжского района. Поселки Мирные гости начали собираться с раннего утра. Тысячи казанцев, татары, русские, чуваши, люди всех национальностей пришли сюда, чтобы ответить Сабанту. Ведь празднование по окончанию посевных работ есть у всех народов. В Березовой роще расположились 11 площадок. Здесь подворье разных районов республики. Лаишевский приехал с участниками фестиваля «Каравон». Здесь можно было приобщиться к русским традициям. Дрожановский организовал чувашское подворье, Высокогорский отстроил крепость. Кукмарский привез валенки и вязаные вещи. Рукодельничьи. Мы вяжем буховые платки, а не носочки. Присоединились к празднованию Сабантуя президент республики Рустам Миниханов, мэр города Эль Сурмешин и другие офицеры. Они обошли все домики и побывали на концерте на центральном Майдане. Собрали огромную сцену, возвели 24-метровый столб для традиционного конкурса. Это самый любимый праздник татарской национальности. Его празднуют все народы. Даже вот эти деревни, которые организованы нашими районами, показывают слаженность и дружбу всех народов нашей страны и республики. Самые активные принимали участие в конкурсах. Хорошая погода была под стать на строению горожан. Все ансамбли, которые выступали на большой сцене, все очень красиво, организовано, замечательно. Праздничная атмосфера. Везде поют, везде праздничная. Ну, как сказать, народ отдыхает. Бег с ведрами, борьба, мешками, стрельба из лука. Каждый выбрал состязание по душе. Многие пришли сюда семьями. Сегодня Сабантуя отмечают в 54 регионах России и в 22 странах мира. Екатерина Кудинова, Адель Миндубаев, Вести, Татарстан.